Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Эти люди разбили лагерь рядом со взлетно-посадочной полосой, потому что... Можете придумать сами. Вот самолет пролетает в опасной близости от прохожих. Это было так близко к катастрофе. Глубокая яма, в которую, конечно, никто не упадет. Этому человеку очень повезло. Эти скалолазы были так близки к тому, чтобы получить травмы. К счастью, тренер женщины демонстрирует свои быстрые рефлексы и спасает их обоих. Этого мужчину чуть не сбили, когда он переходил дорогу. Видно, что водитель испытывает облегчение. Ныряние с лодки звучит довольно простенько, если вы только не промахнетесь и не столкнетесь с другой лодкой. День свадьбы этих двоих чуть не испортили. Эта женщина едва избежала столкновения с трамваем, когда разговаривала по телефону. У этого дрессировщика львов чуть не отвалился хвост от страха. Эта девушка пытается сделать чрезвычайно умную попытку селфи с верблюдом. Кто считает, что качели это только для детей, а не так же и для адреналиновых наркоманов? Этому суперкару очень повезло. Он не превратился в кусок металла. Вертолет, пролетающий так близко к проводам, мог полететь только в одну сторону. Этот спортивный автомобиль был опасно близок к тому, чтобы врезаться в дерево. К счастью, у оператора только испачка на лицо. Этот автомобиль едва избежал взрыва люка. Увернуться от человека и его собаки, а затем другого человека. Этот человек в нескольких сантиметрах от опасности. Эта женщина идет легко и беззаботно, не зная, что произойдет, когда она пройдет. Чуть не упало дерево? У этого грозовика лопнула шина, и он чуть не сбил этого человека. Помогли быстрые рефлексы водителя. Этот экскаватор стоит в опасной близости к неустойчивому краю, и он едва избежал падения в яму. Ему ужасно повезло. Утонуть после того, как ваша лодка перевернулась, было бы ужасно. К счастью, этим людям пришла помощь, и они спасены. Кит чуть не проглотил этих людей. Вот это история для внуков. Шок и восторг этих людей говорят сами за себя. Вот почему вы должны водить по правилам. У этого полицейского есть свои ангелы-хранители, которые помогли ему избежать этой аварии. Этот мотоциклист проскочил через самый маленький зазор в мире. Этому велосипедисту повезло, что его не задели фургон и машина. Но вот фургону и машине так не повезло. Эти велосипедисты чуть не стали жертвами тигра из тропического леса. Оползни всегда представляют опасность на горных дорогах. Этому автомобилю очень повезло, что его не столкнуло в реку. Этот человек увернулся от металлического листа. Этому человеку удалось спастись после взрыва или обрушения. Вот это везунчик! Этот самолет не смог приземлиться. Пассажиры должны дрожать от страха. Гонка Формулы-1 чуть не сорвалась, когда машина взлетела в воздух. Чрезмерное усердие в прыжках едва не привело к травмам. Техническое обслуживание завершено, приятель. Переход дорог не может быть опасным. Этим людям очень повезло, что они не стояли перед дверью. Этот водитель снегохода совершил крутой прыжок и чудом приземлился. Думаем, это было больше мастерство, чем удача. В него чуть не попал зонтик. Вот это удача! Этой съемочной группе поезд побрил брови. К счастью, только их. Эта женщина едва не врезалась в машину. Автомобиль заносит, и он чуть не врезается в невинного прохожего. Представьте, что вы едете со скоростью 100 км в час и видите это. Этот водитель грузовика демонстрирует все часы, проведенные в ГТА. Этот человек знал, что делает, уворачиваясь от этого багги. Вот что вы не захотите увидеть, катаясь в лесу. Этот ролик абсолютно американские горки. Этому человеку невероятно повезло. Этот человек вырубился после того, как запутался в собственном велосипеде. К счастью, машина скорой помощи находилась рядом и немедленно оказала ему помощь. Этому водителю грузовика повезло, что ему удалось проехать мимо железнодорожных путей. По крайней мере, ему. Если бы эта маленькая лавина грязи не сдвинула машину, все пошло бы совсем по другому месту. Этот мастерский маневр в последнюю минуту спас водителя грузовика от того, что могло бы стать серьезной аварией. Каковы шансы спастись от молнии и запечатлеть это на видео? В голове этого лыжника что-то щелкнуло, и он решил проверить снег перед спуском. Купи один трюк, получи другой бесплатно. Этот бык в последнюю секунду принял решение пощадить этого человека. Этого профессионального лыжника спасло расстояние меньше сантиметра. Когда этот водитель отправился в небольшую веселую поездку, его ждал сюрприз. Этой собаке и ее хозяину повезло, что медведь был в хорошем настроении. Что-то подсказывает нам, что это обучаемый водитель. Если бы эти арктические исследователи наблюдали хотя бы на секунду дольше, все бы пошло совсем по-другому. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся завтра.